А сегодня я с чистой головой, с почти недавно высохшей. Привет, зритель. Я что-то подумала, что раз уж я тут это как бы конетелилась, конетелилась, внезапно места поесть, вымала ванну с туалетом. Короче говоря, собираюсь в озон за заказом, и у меня есть вроде как время поесть, то почему бы не поставить камеру и просто не поесть. Спасибо Наташе и Илоня за донаты. Внезапно прикольно, приятно. Так, ну да, у нас тут это окошко. У меня в этот раз зеленый порошковый китайский чай с молоком. Молоко кузя разбодяженное, ибо оно жирное. Вот сюда я налила пол чашки, разбодяжила водой, потому что очень жирное. Опять та же сметанка. Ирка, который попался червяк, то ли в творожке, то ли в сметанке. Я, правда, не очень представляю как-то, но я тебе сочувствую. Это неприятно. Бывает, развернешь конфетку, а там червяк. И еще у меня тут то, что я говорила в Тереге, написала вообще, хотя я туда еще иногда и говорю. Да, что-то я без хлеба. А можно и без хлеба. Я еще в последнее время как-то хлеб достаю и забываю его съесть. В общем, у меня тут протертая сахаром смородина. Но на самом деле, это у меня пакетик такой был. Ой, вот тип такого. Два штука. Я из них эту смородину размороженную, кошка свали. Вылила в банки. Закрутила, поставила на балкон, там холоднее, чем тут. Потому что мне надо было из морозильника место освободить. И то, что там осталось, я просто разбавила водой. Это кошка дерет когтеточку на ножке стола, ну да, которая ближе к камере. Я забыла, что он у меня почти не соленый. Я вчера что-то часов до трех ночи возилась с мясом. У меня что-то столько мяса случилось. В итоге у меня случилась куча фарша. Если интересно, гляньте, регу, там вот эта фотка фарша, где подписано свинина, говядина, курятина, плюс, возможно, немножко лося. Ну, как-то так. Я котлет намутила. Может, приблизить это надо. Вот так. Чуть-чуть меня срезает. Я просто в этот раз поставила практически напротив меня камеру. Чуть-чуть сдвинула я тогда. Чтобы освободить место морозилки, чтобы туда можно было засунуть фарш и чай и конкрет, мне пришлось, она у меня там, на этой, на плите. Точнее, даже оно сейчас на баллоне, потому что там холоднее. Достать капусту брокколи, чтобы прежде чем ее сварить. Косточка. Свиная. У меня все еще это бумажка туалетная вместо салфеток. Я думаю, после озона зайти в магнит. Гляньте, может, в том магните есть салфетки. В идеале-то я хочу бумажное полотенце. Я думаю, сегодня будет тот самый шокирующий момент, который был вчера. Может, что-то у меня как-то гуще. Вроде много положила, но ложка ее не улавливает почти. То есть, я специально положила, налила суп в супницу, сушками. Вот все хорошо в этой крылой новой прическе, но волосины выбиваются. Хвостик-то их сейчас уже не заделать пока. Хотя мне подружка дала пару этих невидимок, я их куда-то положила на очень виденное место. Еще волосы с меня иногда отпадают. Прямо в ложку. Когда я готовила раньше, я как-то волосы заделывала, хвостик, они никуда не падали. У меня, конечно, есть этот внезапно ободок, но он такой, специфический. Я его как-то юзала, чтобы умыться с пенкой для умывания, чтобы волосы чистые не мочить. У меня там окунь. Я-то думала, что окунь красный, а оказалось, что-то у него шкурка с другой стороны очищенная от этих рыбьих чешуек. Чуть-чуть такая красно... Ну, с розовыми такими пятнышками. Вот так сейчас будет. Он, короче, растаял. И я его омыла. Смотрю, а он белый. И вспоминаю, что действительно я уже как-то покупала окуня, варила или на пару делала белого окуня, и он мне как-то не особо пошел. Ну, думаю, ладно, уж купила. И наметила я его потушить. Ну, вот сейчас поем, не знаю, как там. А замороженный-то оказался такой розовый-розовый. Я еще вчера засадила рыбку. Сегодня вечером проверю. У меня там еще есть кусок сала, который, ну, случился у меня сало вчера. И надо мне его сегодня засорить. Капустинку осталось. А, тут все свои. А кто не свой, привыкнет. Так. У меня же тут есть салатик. Морковка, чесночок, соль, масло этого самого хлопковое. И это. Я вчера вообще хотела сделать, но уже поздно было, как бы, чтобы есть-то и делать. Я решила, ну, что со сметаной, потому что лучше с маслом, а то оно фиг знает, достоит ли до утра-то. Ну, я сейчас добавила этой. У меня же тут приближено, да, все. Чтобы рыбку-то было видно. Короче, это, сметану сейчас добавила. А морковка, ты знаешь, зритель, это, короче, морковный жмых под сока, который я делала в своей этой новой соковыжималке. И заморозила. А тут разморозила вчера, ну, мне надо было место-то освободить в морозилке. Разморозила, короче, контейнер в микроволновке и положила моркови сюда. Вот сюда. Я как-то это сдвинулся. Оно не загораживало солнцем. Я не помню, солила я или нет, поэтому я доставила соль. Ну, в смысле, рыбу солила или нет. Хлебушка все-таки достала. Я поняла, что надо мне сегодня еще и хлебушку купить. Ну, и, короче, что смотрю, это и моркови-то положила. И у меня остался контейнер где-то две трети. И я добавила туда немножко водички. Думаю, я ее с водичкой сейчас в микроволновке сварю. Охрен. Она просто пропиталась. Я смотрю, такая, будто свеже натертая на очень мелкой терке морковка. Думаю, блин, самое то, сделать из нее салатик. Так что это, лови. Лайфхак, шули. Если ты тоже жмык морковный замораживал. Замораживала. Замораживаешь. Вкусничка. Тут у меня половина куска этого этого самого. У меня ощущение, что он все-таки немножко с костями был. Это сдвинуть-то все. Ой. Вот так. Мне просто удобнее, когда ешь левой рукой, а под правую руку еще еда. У меня всякий случай под возможные кости. Да, кажется, я не особо посолила. Соль. Соль под ногой застряла. залезла. Ну, еще чутка освободила. У меня тут два пакетика было замороженный помидор. Презы. Что-то, мне кажется, с луком переборщило. А у помидор скульки толстые. Я забыла об этом. У нас что-то в этом году почти все сатас очень с толстыми шкульками для помидор. Ну, смысл помидор. Ничего так. Только окуня больше покупать не буду. Он все-таки какой-то не он рыба, все такое. и пока без костей. Ну, какой-то он суховатый. Хоть я туда и жидкости лила. И помидоры как бы сочные. Я еще туда немного масла полила. Ой, хлопково. пардон, я что-то и путаю. Я даже не знаю, бывает ли льняное масло рафинированное. У меня хлопковое почти закончилось. У меня там есть со стакан виноградного и еще грамм 300 наверное кокосового. Ну, рафинированного, которое обжарить можно. я пока протрацей повторить какое-нибудь. Ну, вот, мне очень все-таки больше всего нравилось линго вроде как. Ну, как-то так называется. Виноградное масло, которое года два что-ли назад покупала вообще за 350 или 400 рублей как-то так. Сейчас оно 500 стоит по стике на зон. Литр. Я вот думаю, то ли все-таки купить его, то ли пока даю за те масла, которые есть. Потому что у Масел тоже срок годности бывает. Ничего так зашло. Хотя, в принципе, хек и судак они тоже сухие. Может, просто в следующий раз купить горбуши. Хотя, говорят, что она тоже сухая, если ее потушить. Хеллинган. Короче, купить можно для разнообразия горбуши. сделать вот так. Я помню, когда я болела, у меня что-то в детстве, где 9 мне было, там что-то сердце болело, желудок болел. Меня мама в больничку в Ярик повезла, какому-то врачику. И врачик посоветовал то, что сейчас можно называть кето-диетой. Там надо было есть тушеную рыбу с морковкой, лучок, ну, плюс-минус помидорка. И вот консерву рыбную я еще как-то могла есть в супе, а вот хлоп меня очень выворачивало. Ну, в смысле, как я терпеть не могла, это есть надо, но не люблю. А тут, что-то нормально. Ну, в смысле, потом как-то прониклась. Даже к луку прониклась. Лук до недавнего времени я вообще не ела. Только очень редко зеленый, то одно время вообще не ела. Никакой лук. Просто от свежего лука или от вареного у меня ощущения неприятные на желудке были. Сейчас не знаю, как. Хотя от свежего лука, который вот надо было как-то, может, с них шкурку снять с этих помидор. от свежего лука, короче, который не зеленый, а белый. У меня до сих пор эти неприятные ощущения на желудке. Ну, в смысле, я могла что-то съесть и почувствовать, что там лук. Даже если мне сказали, что там лука нет, его там, может, вообще протерли. Этот я измельчила ручным измельчителем. Видно там? А соль загораживает. Обыгрение. Я думала, что мне надо было все-таки калина с медом дерябнуть, потому что я проснулась с утрицан. Ну, как у меня утро было где-то около часа. Ибо я уснула около пяти утра. Пока тут то-сего берешь. Ну, и, короче говоря, мой желудок или типа того говорила, говорили, хочу калины с медом. Ну, как-то так желудочно-блевотно было. Я подумала, что это из-за того, что блины были на сметане. А потом оказалось, просто я вчера мало жидкости выпила. Ну, в смысле чая, там, воды, компота, еще что-нибудь. Я пол чашечки маленькой, ну, где-то 125 мл. Дерябнула компотика яблочно-смородинового в кастрюле сваренного. Ну, в кастрюле тут где-то. Зеленая помидорка. По сути, у меня этой рыбке тут куски нос получилась. Ну, варилась. А этой всей фигни периодично. И я внезапно ее хомячу дритель. Кто бы мне сказал даже 9 год назад, что вот это было хомячить по собственному желанию, я больше не люблю. у меня еще камера не особо такая заряженная оказалась. И плюсов ее немножко залетить. Но я в этот момент как раз словила беспорядка и пошла убираться в ванну. Как бы вставать надо, закрывать там щелка такая. Дуэт. И сейчас где-то уже около 5, наверное. Я только еще собираюсь до магазина. Блин, надо как-то выровнять свой этот режим. У меня то зависит на кухню какой-нибудь продуктное перерабатывать срочно, то мясо подокинули. Плюс я сама купила еще. Я вчера купила килограмм с хвостиком грудки, но там что-то килограмм 23 что-ли было. Грубо 2 килограмм. И профигачила ее мясорубку. Давно я не вставала мясорубку. Ну у меня электрическая мясорубка, которая попутна еще и терка. И мне еще можно делать как колбаски, но я их еще ни разу не ела. я поняла, что дешевле покупать грудку, допустим, куриную или филе грудки. Вот у меня было филе грудки. Может грудку, конечно, дешевле, чем филе грудки покупать, уже раздела грудки. Но купить перегрудки, зафигачить из него эти самые фаршик, а потом кослетки или еще что-нибудь. Шкурка. Очень большой кусок чеснока. Я вчера зубчик такой гаснула довольно большой, но у меня не весь такой он раздолбался. Вот сейчас попался тот, который не раздолбался. Идет, а сейчас я куснула хлебушек. по сути у меня там еще осталась на раз наверное рыба. Не факт, я оселю за ужин эту рыбу и сечу и свою капусту. Надо вообще подумать что-то делать с ней. Я может эту рыбу убрать на балкон до завтрашнего дня. Ну, горшочек сам. А это у меня останется видимо тоже на ужин. Что-то тут как-то дохрена сделала. Не рассчитала. В принципе это можно захомячить по приходу. Может я прогуляюсь захочу очень сильно есть. Хребушек остался. Чаёчек. У меня тут есть финики к чаю. Вот такой кстати чай. Я его обозревала в ролике где куча всякой мати свайберис. Я вообще ещё вчера в Тверстолом купила вкусных карамелек но их надо доставать. Хотя в принципе можно их доставать. Внезапно всего лишь без 10.5 всё-таки я забыла закрыть. У меня там на окне ещё запчасти от этой от мясорубки лежат. я отдалён надо. О, конфетки. Сейчас я себя прибрежу. Как-то так. В общем сейчас ещё 55 я может даже успею на двойку. Похаваю. В смысле чайочку спокойненько попью. Продолжить и пойду. Или можно какую-нибудь маршрутку пораньше туда свалить. И можно было попросить остановить у пятёрки. Она поближе и поудобнее, чем делать круг от остановки по переходу, где теперь не знаю как сегодня, но позавчера там не работал этот светофор. Не работают светофоры. И там и так-то не всегда машины останавливались светофоры на тот свет, который для пищеволов. Сейчас так вообще не знаю куда нас наши градоуправители смотрят. Ну может у них свои дела закрыть какую-нибудь библиотеку ещё. Хотя куда вы чего закрывать. Закрыть какой-нибудь завод и сделать в нём какой-нибудь магазин. Вообще я так понимаю, что у нас все старейшие заводы города благодаря нашим управителям не, конечно, можно говорить, что это сами владельцы заводов или типа того. Заводы начали были государственные, да? Я надеюсь. Ну при Союзе наверное так и было. Укакошили, потому что в принципе если поддерживать нормальную экономику в городе, они несколько месяцев крыть площадь, а потом ой, мы фонарик установили отмыванием денег заниматься, скажем так. Да, у меня зуб на нашу администрацию, они у нас в своё время купили квартиру на механке, я не могла снимать в этой квартире несколько месяцев, потому что квартира ещё мне не принадлежала, потому что администрация никак не хотела отдавать нам деньги за купленную у нас квартиру на механке, я платила коммуналку за эту квартиру, потому что за ней жила, ещё за ту квартиру, в которой не жила, и которая уже к нам как бы не принадлежала, несколько месяцев платила за две квартиры, за коммуналку. Она как бы нам не принадлежала, но всё равно как бы она счислилась, а администрация только после того, как мои родственники сходили в прокуратуру пару раз, зашевелилась, ой, точно, мы ведь вам забыли денег заплатить за то, что у вас квартиру купили. А потом моя подружка мне заявляет, что администрация решила закрыть библиотеку. И позвала меня музыкалку, она там работала, в библиотеке, которую собирается закрыть. На какую-то там мощную ставку, или как это называется, ну, короче, там на сцене музыкальной школы, на сцене в актовом зале стояла вся эта власть местная. А потом я узнала, что власть местная одной из двух женщин. Это мама моей одно время подружки, но подружка перестала со мной общаться, решила, что я ей подписчиться в инстаграме. Я все заметила? У меня два раза так уже было. С людьми, которых я знала в реале довольно давно. Одну знала в реале практически с самого детства, другую жена в реале в библиотеке познакомилась. Знаете, что такая вообще ситуация? Знакомишься с человеком в библиотеке, а потом мама этого человека прикладывает все усилия, чтобы закрыть эту библиотеку. Не, сейчас, конечно, круто, в цветочном есть пункт выдачи книг. Раньше когда-то был, потом закрылся, теперь есть пункт выдачи книг. Называется Суриковская библиотека. В Сосновом открылся пункт выдачи книг. Музыкалке открылся пункт выдачи книг. А здание, которое обещали отремонтировать, внизу была амбулатория, ну, короче, больничка внизу была, а наверху была библиотечка. Больничку обещали построить в районе первой школы ничего не построили. Некое фиолетово больничку. А библиотеку тоже как бы обещали куда-то перенести или отремонтировать здание или что-то с ним сделать. И как бы это она стоит сама по себе. У меня подружка называет это здание руины. Ну, потому что как бы там нельзя находиться, оно сейчас рухнет. И самое прикол, что человек, который давал добро на то, чтобы сделать на первом этаже ремонт, снести какую-то несущую колонну, которая теперь грозит обрушением второго этажа, как бы я так понимаю, с властью советовался с местной. Нет, для меня с одной стороны я могу порадоваться и быть для кого-то плохой, потому что сколько раз я времени потрачила по собственному желанию артруистическому для библиотеки, а мне говорят, ну, ты к нам походишь, помогаешь, помогаешь, а мы тебя возьмем на постоянку. Потом ты вот на библиотечном проучилась, 4 месяца, 2 года подряд на знамене поработала, а вот если пойдешь на высшее культурологическое, мы тебя возьмем на постоянку. А потом я собираюсь в справки, вроде как меня берут на постоянку в детское отделение и мне говорят, знаешь, ну, ты же с ними не можешь общаться, ты же никогда не работала, ну, как же, я говорю, 4 месяца работала при маме, я помогала ей с мероприятиями вести, но как бы это в детстве еще. Короче, с одной стороны я считаю, что если не само здание, то саму ситуацию с библиотекой можно было стоять, с другой стороны, ну, да, как-то это печально, а с третьей стороны, когда люди, работающие в определенном месте и вдруг начинают ко всем относиться хорошо, а к кому-то конкретному, кто прилично вложился в общее дело, не обязательно финансово, а чисто вот так вот, с организацией и так далее, как к куску дерьма, то как-то это, а потом как к куску дерьма начинают относиться еще к некоторым людям, которые тоже вообще прилично так приложились, а потом эти люди просто умирают, и, ой, как жалко, что он умер, я считаю, что все возвращается, как бы, ну, есть тут пункт выдачи книг, круто, раньше, помню, мама, когда работала, она говорила, что был автобус, который разводил книжки по деревням, там еще куда-то в дальние места, в каком-то плане, может быть, это и нормально, в каком-то плане, палка в двух концах, предвижу, как на одном месте, будут снова желчо обсужать мои слова теперешние, не, как бы, самый единственный минус, вот то, что здание закрыли, просто нет места, куда можно было прийти и потусоваться, хоть я уже давно не хожу в Литове, но мне как-то, ну, не к селуне городу, я и стихи-то не пишу, практически, и, в принципе, это Литове ездит теперь в другой библиотеке, были еще какие-то мероприятия, мне просто нравилось вообще со с людьми, было место, куда можно было прийти, вот это вот жалко, конечно, хотя, большая часть людей либо перемерла, либо куда-то уехала, либо спилась и перемерла, либо просто уже не интересуется этим всем, как бы, другой уже контингент, но все же, как бы, какие-то воспоминания, просто можно было мимо пройти и зайти на работу к подруге, потусоваться, на бывшую работу, скажем так, бывшую работу к подруге, которая там до сих пор работает, а сейчас это малюсенький закуточек мужикалки, учитывая, что еще и в наборниках все это действие происходит, не, я не против, я в магазины хожу, надевая маску, как бы надо, так надо, что с обычного хавчика я пришла в какие-то такие темы, гомен насай, извиняйте, вроде я почти все допила, у меня, наверное, там уцы от зеленого чая вообще, я правда ни хрена не вижу, но на всякий случай я их чувствую, в смысле, я их чувствую, поэтому на всякий случай, всем положительных эмоций, чтобы государство деньги тратило туда, куда надо, а не имитировало деятельность, я вообще узнала, что у нас где-то церковь очередную собираются строить в городе, я не знаю, зачем, ну как бы есть более какие-то острые нужные проблемы там дороги сделать по городу, свет там поставить, где он нужен, а то я тут позавчера ехала, при свете дня горит везде свет, ну как бы в городе, в центре, свет горит, ну темно, наверное, может нашему мэру темно сидеть у себя в помещении, когда на улице свет горит, там особенно в парке Победы горел свет, зачем он там горел, не знаю, вот где надо свет не горит, когда надо, а где не надо он горит, в общем, я даже не знаю, что за церковь собираются строить, если кто-нибудь местный это увидит, просто дайте знать каменный, что за церковь, а, вообще как это, что это, зачем, да, я там, где мне, мне как-то особо неинтересна, наверное, жизнь города, но когда я узнаю о чем-то, я так слегка офигеваю, какой религия эта церковь будет носиться, может это, какое-нибудь подобие, типа, Кул Шариф построит, Ладно, зритель, спасибо тебе за компанию, я надеюсь, моя вот эта болтовня тебя не избила, аппетит, и ты все-таки похавал, ведь цель этого видео была, чтоб ты похавал, и пока, чавк, чавк, чавк,